На медицине никто экономить не собирается. Расходы на медицину будут увеличиваться. Просто мы должны эффективно использовать выделяемые ресурсы, а все, что у нас остается в виде экономии, оно останется все равно у нас и будет направлено на дальнейшее развитие системы здравоохранения в целом. И когда мы говорим про аккредитацию, почему она начинается с 1 января 2023 года? Мы в этом году оцениваем имеющийся потенциал, и у нас будет 2 года для того, чтобы все учреждения довести до того уровня, чтобы они соответствовали базовым стандартам аккредитации. Несколько цифр. В прошлом году было закуплено для различных клиник 12 компьютерных томографов. В этом году планируется закупить столько же. И в этом плане нам здесь помогает ситуация с ценами на оборудование. Более прозрачные, более жесткие конкурсы на закупку техники привели к тому, что, например, самый мощный на сегодняшний момент из имеющихся республики трехтесловый магниторезонансный томограф стоит уже не 3,3 миллиона евро, а 1,6 миллиона. И то, что компьютерный томограф стоит не 700-800 тысяч, а от 350 до 400 тысяч. Это позволяет нам дооснащать имеющиеся учреждения. Докладывал я о выполнении поручения о сохранении заработной платы врачей на том уровне, который был до введения новых механизмов. Это как база для последующего повышения. Новый механизм не подразумевает повышение. Это просто новая методика расчета, которая будет базовой. А следующим этапом мы будем повышать зарплату, чтобы к 2025 году обеспечить двукратный рост. Эти же позиции сохраняются и сейчас. Это полностью поддержано. Поручение президента жесткое. Мы должны обеспечить наших врачей не только достойной зарплатой, но и самым современным оборудованием.